Спасибо, что вы здесь. У вас так много, ничего себе. Сейчас я запущу себе таймер, чтобы не потеряться в пространстве и времени. Все, отлично. Меня зовут Дима, я старший разработчик в Тинькофф. Буквально пару слов о себе. В коммерческой разработке я уже 7 лет. Два года был ледом фронтов. Пишу на ангуляре, приехал к вам из Петербурга. И недавно приобрел Nintendo Switch и теперь пропадаю в Зельде. Недавно вышла новая часть, но очень хочется начать, а то вокруг кучи спойлеров. Но надо добить еще все святилища в предыдущей. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Если вдруг нет, то в докладе будут мемасы. Они чуть потасканные, но, мне кажется, поднимут настроение. Также будут пара цитаток, книжек. И чуть-чуть покринжуем с того, как отрендрились эмоджи в Винде. Ну и также поговорим о тестах, о нашей любви и ненависти, возможно, к ним. Чтобы говорить о любви было интереснее, представим, что есть некая шкала нашей любви к тестам. И пока она не заполнена. Давайте вообще вспомним, зачем мы пишем тесты. Представим, у нас есть приложение, нам нужно добавить новую фичу. Мы добавляем новый компонент в систему, тестируем ручками, пишем тесты, запускаем полный набор тестов. И бац, в каких-то отдаленных частях системы произошла ошибка. Тесты дают нам сеть защиты от багов. Если бы их не было, то об этих ошибках мы бы, скорее всего, узнали уже от поддержки или от разгневанных пользователей. Потому что, чтобы их найти, нужно было прогнать полное регрессионное тестирование, а делать это руками долго, дорого и подвержено ошибкам. Но тут мы задумались, а почему мы тронули в одном месте, а сломалось вообще совсем в другом? Надо бы префакторить. Берем нашу систему, изменяем ее структуру, упрощаем, выкидываем лишнее, делаем код более понятным. Но при этом хотим, чтобы поведение системы для пользователя осталось как прежде. И тесты как раз нам это гарантируют. Но что, если тестов нет? Если тестов нет, мы боимся рефакторить. Когда боимся рефакторить, код деградирует. Ну и если упростить эту схему, нет тестов, код деградирует. Эта мысль идет в красной линии по книге «Working effectively with legacy code». Советую ознакомиться, кто не читал. Там основной тезис автора заключается в том, что legacy code – это просто код без тестов. То есть тесты дают нам возможность непрерывно улучшать наше приложение. Еще одна плюшка тестов. Представим, что в чате кто-то спрашивает, как работает та или иная функция. На что у нас уже есть готовый ответ? А посмотри в тестах. И действительно хорошо написанный тест. Показывает, как пользоваться функцией, какие у ней входные параметры, какие выходные, какие чкейзы учтены и вообще, какие сценарии она поддерживает. То есть хорошо написанный тест может являться самой надежной, актуальной документацией к нашему коду. Также, когда мы думаем о том, как сделать нашу систему такой, чтобы ее просто было тестировать, мы задумываемся о базовых принципах написания хорошего кода, о связанности компонентах, об их ответственности, об качестве API и о том, как сделать, например, неявные зависимости явными, чтобы потом в тесте было просто их заменять. И на самом деле сложность тестирования может являться маркером проблем в коде. И тесты дают нам, как правило, более качественный дизайн нашего приложения. Классно, что у нас есть тесты. И комбинация из высоперечисленных преимуществ на самом деле открывает нам такие крутые техники, как Continuous Integration, Continuous Delivery, которые позволяют нам быстрее доставлять value клиенту, быстрее получать с него фидбэк и вообще при этом не жертвовать надежностью и качеством. Но чем мы платим за все эти неудобства? Поднимите, пожалуйста, руку, кому знакома следующая ситуация. Я не читаю тесты на ревью, там сложно, пойду лучше код посмотрю, это важнее и понятнее. Кому бывает сложно читать тесты? Так, это. Что-то маловато это. Надо это, это. Вы не бойтесь, надо это проработать в себе. Тесты бывает сложно читать. Следующий сценарий. Написал код за 10 минут и уже второй день не могу написать несчастный тест. Кому знакома ситуация? Что бывает сложно писать тесты, сложнее, чем production код. Да, уже побольше. Давайте, ребята, подключайтесь. У нас сегодня сеанс психотерапии. Переименовал метод, изменилось 100 тестов, половина из которых теперь падают. Нестабильные тесты, падающие тесты. Вот это мое любимое. Локально запускаем, все отлично проходит, запускаем на CI, все падает, но не всегда, а только когда Меркурий в определенной фазе. Меркурий в определенной фазе, кому знакома. Да, нестабильность. Ну и вишенка на торте. Тесты — это код, а в коде априори могут быть баги, и мы, хочешь не хочешь, отвлекаемся на то, чтобы их фиксить. И тут мы поняли, что наша любовь к тестам как-то чуть подугасла, в отношениях прошел, пробежал холодок, химия пропала. И с этим мы столкнулись и в нашей команде. В какой-то момент мы поняли, что мы теряем наше доверие к тестам, что мы все больше времени тратим на их написание, еще больше времени тратим на их поддержку, и кажется, что не получаем тех преимуществ, о которых я говорил. И цель моего доклада — это поделиться некими инструментами, советами, примерами того, как нам уменьшить издержки и получить больше бенефитов от наших тестов. Рассмотрим на примерах все примеры по мотивам реальных событий, не абстрактные. Вот такой у нас есть тестик. В нем мы создаем нового пользователя и потом проверяем, что по умолчанию ему выставляется роль guest. Ну и также мы можем поменять роль на менеджер. Отлично. Запускаем тест. Все проходит. Все супер. Запускаем потом через какое-то время еще раз и обнаруживаем, что тестовый раннер решил запустить их в другом порядке, на что он имеет полное право, и один из тестов упал. Давайте разбираться, почему. Ну тут нетрудно догадаться, что если важен порядок выполнения тестов, значит тесты каким-то образом влияют друг на друга. Здесь они влияют друг на друга через общую переменную user. Один тест меняет ее state, а второй ее потом неправильно интерпретирует. Как это пофиксить? Ну, сделать для каждого теста своего юзера, то есть подготавливать свежие тестовые данные для каждого теста, которые создаются в момент запуска теста и умирают, когда тест прекращает работать. Как еще могут взаимодействовать тесты друг с другом? Через глобальные переменные, базы данных, файловые системы и любые другие общеиспользуемые ресурсы. И мой первый совет – это то, что тесты не должны влиять друг на друга. Вообще это базовый принцип юнит-тестирования, который убережет нас от, на мой взгляд, самых коварных багов, трудноуловимых, когда они то появляются, то исчезают. Давайте рассмотрим еще один пример. Я тут тест написал. Посмотришь? Конечно. Идем смотреть тест. Ага, проверка невалидной компании. Тут задается объект компании, что-то многовато полей. В конце идет проверка на то, что этот объект невалидный. Да. Но почему он невалидный-то? Может, потому что у него нет документов? Или потому что нет менеджеров? Или потому что статус, waiting for approval? В общем, непонятно. Давайте уточнять. Спросили и выяснили, что компания невалидна, когда у нее нет менеджеров. Может, тогда так и напишем? Давайте посмотрим, что получилось. Ну, первое – это мы изменили название. Теперь название теста отражает, что же он проверяет. Компания без менеджера невалидна. В принципе, человек дальше может уже не читать. Если он пришел по каким-то своим другим делам, он понимает, что здесь, о чем этот тест, и идет дальше. Если все-таки прочитать ему нужно, мы даем ему следующую подсказку. Правильно называем входные данные. Company without managers. Что дает нам следующую подсказку? На какое поле в этом объекте большом стоит обратить внимание? Это поле managers. Ну и последняя фраза уже выглядит, как законченное предложение на английском языке. Expect is valid company without managers to be false. Супер. Но раз другие атрибуты компании не важны, может, тогда их скроем? Давайте попробуем. Действительно, то, что серым выделено, кажется, что особого вклада в понимание этого теста не добавляет. Давайте уберем. Убрали, и получился довольно компактный тест, который, на мой взгляд, можно отправить любому члену команды. Куа, продукту, аналитику. Они могут спокойно это прочитать и понять, какой сценарий выполняется. Здесь обратить внимание на вот эту функцию. Это маленькая утилитка, которая нам возвращает объект компании, у которого все поля забиты какими-то валидными значениями. Нам, в принципе, не важно, какими. Но при этом она позволяет нам переопределить какие-то поля, которые важны для этого теста. Мне очень понравилась цитата в книжке X-Unit Test Patterns, где автор пишет, что если что-то не важно, чтобы было видно в тесте, важно, чтобы его не было там видно. Из чего вытекает мой следующий совет. Фокусируйте внимание на том, что важно, а остальное прячьте. Что важно? Важно, какой тест-кейс выполняется, и важно подчеркнуть причинно-следственную связь между входными данными и выходным результатом. Это сделает ваши тесты понятными, простыми и приблизит их больше к документации вашего кода. Еще один пример посмотрим. Такой небольшой тестик проверяет, что в зависимости от текущего времени функция говорит либо «добрый день», либо «добрый вечер». Мы написали такой тестик, вечерком закоммитили и пошли домой. Приходим с утра. Пайплайн нас встречает ошибкой. Тест упал. Ну, что мы делаем в подобных случаях? Перезапускаем пайплайн, идем пить утренний кофе, возвращаемся. Пайплайн прошел, все прекрасно. Ну, глюк пайплайна, думаем мы. Ну, конечно же, никакой это не глюк пайплайна. Давайте разбираться, что произошло. Первое, что настораживает, это то, что тест зависит от текущего времени. То есть важно, когда мы его запускаем, и в зависимости от этого мы можем получать разные результаты. Что и происходит. С утра вечерком мы запустили тесты, они пробежали по ветке else, пришли с утра и перезапустили, они уже пробежали по другой ветке и прошли. То есть у нас половина системы не работает, но в принципе нам норм. Как это поправить? Отказываемся от условий в тестах, отказываемся от циклов и от любого рода рандомных значений в входных и выходных данных. Как избавиться от if? Ну, скорее всего, просто поделить на два кейса. Один будет по ветке if, проверять другой по ветке else. Давайте попросим котика разделить нам наш тест. И вуаля, получаем два теста красивых, коротких. Один проверяет то, что функция означает «Добрый день». Второй проверяет то, что «Добрый вечер». И обратите внимание, что здесь мы избавились от зависимости на текущую дату. Мы ее передаем фиксированно, прямо параметром в нашу функцию. Тем самым тест становится независим от времени, когда он выполняется, и сколько бы раз мы его бы не запускали, мы всегда получим один и тот же результат. То есть наши тесты станут детерминированными. Из этого примера я делаю два совета. Первый – это известный вход приводит к известному выходу. Когда я читаю тест, я хочу понимать, какой вход привел к какому выходу. Я не хочу при этом напрягаться, как-то высчитывать в голове какие-то формулы. Или, что еще хуже, чтобы вход и выход были скрыты от меня и вычислялись каким-то образом в рантайме, например, рандомными значениями. Я хочу, чтобы вход и выход, эти два значения, были прибиты гвоздями. Пусть код вокруг них плавает, но два этих значения будут гарантировать нам, что сценарий выполняется корректно. И второй совет – это никакой логики в тестах. Когда я читаю тесты, я хочу, чтобы мой мозг отдыхал. Я хочу сразу понять, какой сценарий выполняется. Не хочу гадать, по какой ветке пройдет тест и пройдет ли вообще. Это в продакшн-коде мы можем городить условия, абстракции, вот это вот все. В коде тестов этого всего не должно быть, иначе нам придется писать тесты еще и на тесты. Давайте посмотрим последний пример. Крепитесь. Представим, что у нас есть юзер-сервис. У него есть метод getUser. Мы ему скармливаем ID пользователя, он нам возвращает пользователя. Сервис зависит от двух других компонентов системы, от API и от конвертера. У API мы просим сходить на бэкэнд и дать нам пользователя, а у конвертера мы просим ту модель, которую вернул API, подконвертить в нашу фронтендную модель. Давайте посмотрим тест. Первое, что мы видим, это то, что мы мокаем обе эти зависимости, то есть заменяем их на фейки. Дальше мы создаем инстанс нашего сервиса и делаем ряд проверок. Первая проверка, самое главное, то, что мы вызвали этот метод, и он вернул нам пользователя. Вторая тоже важная, что мы сходили на бэкэнд с нужными параметрами. А вот третья, мы о том, что мы обратились к методу конвертера с нужными параметрами. И вот здесь можно чуть призадуматься. Давайте еще раз посмотрим на код сервиса и представим, что мы в команде решили порефакторить конвертеры, переименовать метод, сделать его не конверт from.do, а просто from.do. выкинули лишнее слово, чтобы было понятнее и проще. Код сервиса изменился. И также мы обнаруживаем, что и код теста тоже изменился. Но если он изменился, как мы теперь гарантируем, что мы провели рефакторинг безопасно? На самом деле это уже довольно проблематично. Тест поменялся, хотя поведение системы не изменилось. Такой ситуации, в принципе, быть не должно. Давайте подумаем вообще, что проверяет этот тест и что мы, в принципе, хотим проверять в тестах. В тестах мы хотим проверять, что задача клиента выполняется. Но то, как она выполняется, в принципе, наверное, не так важно. В данном случае клиенту важно, что он получит пользователя и что отправится запрос на backend с нужными параметрами. То, что будет вызов конвертеру и вообще какие преобразования произойдут с пользователем, в принципе, клиенту не так важно. Если это ему не важно, то давайте уберем. И обратите внимание, здесь мы используем уже реальный конвертер. Но подожди, мы же должны мокать все зависимости. А точно ли должны? Давайте подумаем, где вообще моки нам помогают. Они помогают проверить важный для клиента сайд-эффект. В нашем случае это то, что было обращение к backend с нужными параметрами. Или заменить медленную зависимость. Опять наш случай с backend. Мы не хотим посылать реальные запросы на backend, потому что это как минимум медленно. Поэтому мы заменяем на fake. Так, заменить неподконтрольную нам зависимость. Backend мы тоже можем воспринимать как некую стороннюю систему, неподконтрольную нам, и мы не хотим, чтобы в тестах мы от нее зависели. И также моки позволяют проверить труднодостижимые состояния в нашей системе, например, когда нам залетел какой-то exception. Но что, на мой взгляд, лучше не мокать? Наш код, который не вызывает проблем. Это часто чистые функции, stateless-классы, конкретные классы, структуры данных, а также инструменты фреймворка и функции общеиспользуемых каких-то библиотек. И вот здесь очень важный принцип из этого примера. Проверяй только то, что важно клиенту. Это убережет нас, во-первых, от лишней работы. Мы не будем делать лишних проверок, не будем их писать, не будем их читать. Но что более важно, что это убережет нас от хрупких тестов. Когда тесты сильно завязаны на деталях имплементации, когда тесты больше думают о том, как работает наш код, а не что он в итоге делает, какую задачу решает. Ну, у нас еще осталось три сердечка незаполненных, можно их быстренько заполнить. Совет такой. Фиксишь баг, напиши тест. Что значит баг? Значит, в нашей сети безопасности где-то образовалась дырка. Ну, ее желательно бы золотать, потому что это очень неприятно, когда пользователь находит баг, но еще более неприятно, когда через какое-то время он еще раз находит этот же баг, хотя мы поклялись, что мы его пофиксили. Это может привести к серьезным репутационным издержкам. И также, когда мы пишем тест на баге, мы демонстрируем ревьюверу, в чем заключался баг и как мы его пофиксили. На ревью в первую очередь смотри тесты. Вообще, мне кажется, что тесты смотреть даже важнее, чем код, потому что если тесты хорошо написаны, они гарантируют нам, что задача выполняется, что бизнес-сценарий выполняется. При этом, если код написан не очень хорошо, то под защитой тестов мы всегда его можем порефакторить, упростить, сделать лучше, и тесты нас защитят. Если рассмотреть обратную ситуацию, когда у нас офигенный код, но при этом нет тестов, рано или поздно в этот офигенный код все равно придется вносить изменения, потому что требования меняются, мы подставим туда какой-то ивчик, какой-то костылик, и потом рефакторить это уже никто не захочет, потому что страшно. Ну и последний мой совет, но не менее важный, а может даже важнее всех остальных. Сначала пиши тесты, а потом код. Горячо рекомендую попробовать test-driven development, проникнуться этой идеей, мне кажется, после этого вы уже не захотите писать код так, как раньше. Все-таки тесты это очень классно, и в нашей команде тесты являются принципиальной практикой, которые позволяют нам деливерить код хоть каждый день, хоть несколько раз в день, и при этом спать по ночам спокойно. Я думаю, что если вы вспомните те примеры, о которых я сегодня говорил, когда придете на свой проект, вспомните советы, о которых я говорил, попробуйте их применить, я думаю, ваши тесты станут лучше, вы их больше полюбите, они больше будут вас радовать, и приносить больше value. Чтобы углубиться в этой теме, можете почитать книжку юнитестинг Владимира Хорикова, мне она очень зашла, она довольно короткая, без воды, отличное введение в проблематику, я ее два раза читал, вообще очень советую. И также книжку Кента Бека по ТДД, это первоисточник по ТДД, тут затравку небольшую дам, если кто не читал, что ТДД это даже не про тесты, скорее, а про проектирование, про то, как декомпозировать большую задачу на маленькие, и как потом итеративно решать эту большую задачу. Тут я тоже перечислил некоторые материалы по теме, которые меня заинтересовали. Традиционно все по QR-коду, переходите, смотрите. Спасибо за внимание, отвечу на вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok